В Берлине уже рассылают приглашения на торжества по случаю взятия Москвы немецкими войсками. Чтобы отбить немцев от города, нужны резервы. Они есть на Дальнем Востоке. Их можно перебросить под Москву, но при одном условии. Нужна уверенность, что японская армия не планирует вторжения на советскую территорию. Политическому руководству страны необходимо принять непростое решение. В подобной ситуации ее главная опора – разведка. В то время разведка испытывала очень большую нехватку в кадрах. Я имею в виду те репрессии, которые обрушились в том числе и на разведку. В 1938-1939 году минимум две трети разведчиков были отозваны из-за рубежа. Резиденты, нелегалы. Часть из них попали в подвалы, в лагеря, были расстреляны. Часть из них была уволена. В отдельных резидентурах оставалось по одному человеку. Кое-где не было вообще никого. Каждый был на счету. В этом и без того критическом для советской разведки положении ей наносят еще один удар. 22 октября 1941 года в Токио арестован резидент советской военной разведки Рихард Зорке. Именно он информировал Центр о военных приготовлениях японцев. И вот связь с ним прервана. Но о причине молчания разведчика в Москве узнают гораздо позже. А пока в Центре крайне нуждаются в достоверной информации из Дальнего Востока. Дорога каждая минута. И вот в этом полном драматизма положении на выручку приходит настоящий друг. И это не просто псевдоним. Именно он информирует Москву. Японцы не планируют вторжения на советскую территорию. И вскоре эшелоны с советскими войсками устремляются с востока на запад страны. Многим, кто интересуется историей, известно, что сообщением Зорге Сталин не доверял. А то, что именно наш герой предоставил тогда неопровержимые факты, Япония не вступит в войну, об этом долгое время было известно только узкому кругу сотрудников спецслужб. Настоящее имя героя нашего фильма рассекречено совсем недавно. Шанхай. Зима 1939-го. Советский разведчик Николай Тищенко проводит конспиративную встречу с агентом Генрихом. Генрих – один из немецких военных советников при штабе вооруженных сил диктатора Чанкайши. Агент сообщает Тищенко. В контакт с советским представителем желает негласно войти начальник личной охраны и разведки Чанкайши, капитан Вальтер Штенес, человек исключительных достоинств, пользующийся большим уважением и авторитетом лично у генералиссимуса. В тот же день из Шанхая в Москву уходит шифротелеграмма. «Прошу проверить Вальтера Штенеса по учетам Центра и высказать ваши соображения о целесообразности установления с ним контакта». В Москве о капитане Штенесе кое-что уже было известно. Вальтер Франц Мария Штенес родился в 1896-м. В сражениях Первой мировой он, молодой офицер германских сухопутных войск, проявил исключительную храбрость и был отмечен несколькими орденами. Войну Вальтер закончил в чине капитана и в должности полевого адъютанта. «Советская разведка очень внимательно сидела за политическим развитием в Германии. И естественно, что нас интересовали не только те, кто уже стоял у руля или был признанным вождем этого движения, но и те, кто мог осуществлять борьбу против первого лица. Такая фигура не могла не привлечь внимание советской разведки». Принято считать, что нацистская партия была единой монолитной массой, а авторитет Гитлера был незыблен и оппонентов у него практически не было. Однако это не так. Именно Вальтер Штенес устраивает в апреле 1931-го мятеж в Берлине. Штурмовики Штенеса заявляют, что они против антигерманской и неограниченной партийной деспотии и безответственной демагогии Гитлера. Хорошо известно его столкновение с Гитлером и Геббельсом, когда он организовал свой маленький путч в Берлине. В то время в Северной Германии он был руководителем штурмовых отрядов. Под его командованием было более 30 тысяч штурмовиков. Это была солидная сила. А уже 4 апреля 1931-го года «Известия» публикует статью об этом путче. Так Штенес попадает в поле зрения берлинской резидентуры иностранного отдела УГПУ. Штенес был фюрером штурмовиков и принадлежал поколению, не нашедшему себя в мирной жизни после 1918 года. Всю свою жизнь Штенес хотел быть военным. Март 1920-го. Берлин. Дом графа фон Ревентлова. Здесь Вальтер Штенес впервые встречает Адольфа Гитлера. Графиня приветствует Штенеса словами. «Мой муж сейчас беседует с одним человеком из Баварии, который станет новым мессией». Появление претендента на мессию в то время неудивительно. Жизнь в Германии в 1920-м году совершенно безумна. Деньги ничего не стоят. Женщины продаются за пару чулок, цена батона хлеба поднимается до миллиарда мар. Зато фабриканты и игроки на бирже богатеют как никогда. Остальные продают последнее. Безработные выстраиваются в очереди за бесплатным супом. Германия охвачена страхом перед завтрашним днем. Гитлер обещает спасение. В том же году Штенес встречается с Гитлером в Мюнхене. Их знакомит знаменитый генерал Людендорф, неофициальный лидер германского офицерства. Тогда в армейских кругах Вальтер Штенес был гораздо популярнее Адольфа Гитлера. О том, как воевал Штенес, в германской армии ходили легенды. Он был настоящий сервиголова. Мастер рукопашного боя Вальтер много раз совершал дерзкие вылазки в тыл противника. На войне в нем обнаружились уникальные способности организатора фронтовой разведки. Из ночных рейдов он никогда не возвращался без языка или ценной информации. В кайзеровской армии роту Штенеса называли «кучка бандитов». Рота не была штрафной, но в нее почему-то направляли самых недисциплинированных солдат. И Штенес с ними справлялся. Он никогда не был слепым исполнителем приказов. Умел мыслить самостоятельно. Не случайно он заработал на фронте псевдоним «У-У». Эта пометка в секретных характеристиках для служебного пользования начальства означала «неудобный подчиненный». Неудобным подчиненным он останется и при Гитлере. Домой капитан Штенес возвращается с шестью боевыми наградами. Среди них – железный крест первой степени и рыцарский крест с мечами. Этим наградам уготована печальная участь. Эсэсовцы ворвутся в дом Штенеса, чтобы арестовать его по личному приказу фюрера. Не застав хозяина, они забьют служанку, ордена побросают в ведро и поочередно справят на них нужду. А пока малоизвестный политик Гитлер старается привлечь популярного героя войны Штенеса на свою сторону. В Москве понимали, что Вальтер Штенес – нетипичный случай. Проанализировав все возможные плюсы и минусы от будущего сотрудничества, на Лубянке решили рискнуть. И естественно, когда оперработники и руководитель, получивший от сообщения в Москве ознакомились с досье, у них не возникло сомнений, что этот человек представляет интерес. Тем более, что он преследует свои далеко идущие политические цели, считает, что существующий в Германии режим должен быть уничтожен. И, судя по всему, он может искать союзников в своей борьбе. Такие люди – это, естественно, золотой фонд каждой разведки. Это штучный товар, естественно. Это штучный товар. С личной санкцией начальника внешней разведки Павла Фитина 14 марта 1939 года советский агент встречается с Вальтером Штенесом в его шанхайской квартире. После короткого обмена светскими любезностями Штенес сразу приступает к делу. Недостоверное связь на подготовке Рейха к большой войне против России. Не могу не спросить, что побуждает вас к подобной откровенности. Моя цель – свергнуть Гитлера и создать демократическую Германию, некоммунистическую и несоциалистическую. Все сказанное, однако, было лишь предисловием к открытому предложению сотрудничества. Со своей стороны, как руководитель разведки Чан Кайши, я обмениваюсь информацией с резидентами разведок США, Англии и Франции. Я мог бы на джентльменской основе делиться сведениями с Советским Союзом, но не раскрывая моих источников. Нам нужны союзники в борьбе против Гитлера, и в вашем лице мы видим друга, что бы вы хотели взамен. Я прошу только об одном – если это потребуется, помочь мне проехать в Европу через территорию вашей страны. Эта просьба была вызвана исключительной заботой о своих близких. Ингрид, дочь Вальтера и Хильды, нуждалась в регулярном лечении в Германии. С началом войны между Японией и Китаем путешествие морем стало очень опасным. Ингрид была поздним ребенком. Она родилась уже в Китае в 1934-м. В конце 20-х годов, когда поженились ее родители, Вальтеру было явно не до воспитания детей. Германия была на пороге больших перемен. И он, молодой, амбициозный прусский офицер, был полностью поглощен перспективами карьеры в большой политике. Когда Гитлер останавливается в Берлине, он часто встречается со Штенесом в отеле Сан-Суси. Будущие непримиримые враги вместе завтракали. Гитлер говорил без пауз о делах, которые наметил совершить. И надо заметить, он действительно сдержал почти все обещания. Спустя 15 лет в Китае я часто читал в газетах про те идеи, о которых он говорил за чаем. Тогда это были и его идеи. Было вполне логично присоединиться к Гитлеру, поскольку Гитлер был самой успешной личностью в среде таких людей, как Штенес. Отмена Версальского договора, усиление вооружения Германии, все это были те националистические идеи, к которым стремился Штенес, и которые в это время наиболее успешно представлял Гитлер. Вспомним, когда Первая мировая война завершилась подписанием в 1918 году Версальского договора, по его условиям Англия и Франция оккупировали часть побежденной Германии. Победители постоянно давили на Германию, чтобы добиться еще большего ее национального унижения и изоляции. Вальтер Штенес с таким положением смириться не может. Он становится одним из организаторов Черного Рейхсвера, теневого предатка легальной армии, численность которого была строго ограничена. Штенес со своими боевиками становится диверсантом. Под его непосредственным руководством и приличным участием на немецких территориях, оккупированных победителями, под откос летят поезда. Террористы Штенеса уже строят планы настоящей рельсовой войны. Конечно, такой решительный человек нужен Гитлеру, но Штенес выжидает. Он все еще не считает Гитлера значительной политической фигурой. 1923 год. В Мюнхене генерал Людендорф вместе с Гитлером выступает против Веймарской республики. Это выступление получило название «Пивного путча». Гитлер предлагает Штенесу в нем участвовать, но Штенес отказался. Профессиональный военный, он не любит авантюр. «Пивной путч» провален Гитлер в тюрьме. Там он напишет первую часть своей программной книги «Майн камф». В 1925-м Гитлера выпускают из тюрьмы Ландсберг. Их отношения со Штенесом возобновляются. Гитлер настаивает на том, чтобы Вальтер вступил в нацистскую партию. Ему нужны личности, за счет которых можно было бы поднять престиж партии в обществе. И кроме того, Вальтер Штенес обладает значительными связями. Это был не просто какой-то попутчик подавала, пособник Гитлера. Это была фигура, политическая фигура, даже в то время уже. Ну и дальнейшее развитие показало, что действительно, его амбиции идут очень далеко. Впервые политические амбиции Штенеса проявляются весной 1927-го. Тогда он приехал в Мюнхен и заявил Гитлеру, «Если вы назначите меня командиром штурмовых отрядов Ост, я пойду с вами. Это единственный пост, который я приму». Гитлер соглашается. Так Вальтер Штенес оказался во главе самого мощного из пяти территориальных формирований штурмовиков, дислоцированных восточней Эльбы, пересекающей страну от Дрездена до Гамбурга. В зону ответственности Штенеса входят семь крупнейших земель Германии, а также ее столица Берлин. Штенес сразу попадает в высший круг нацистских вождей. Интересно, при этом сам он не считает их людьми своего круга. Моя мама мне рассказывала, что Геббельс был всегда очень вежливым, хорошо воспитанным и очень интеллигентным, когда приходил к нам в гости. Другие — Гитлер. Он был необразованным Гитлером. Когда мой отец впервые увидел его, тот не мог даже вилку с ножом держать в руках, так как это принято у нас. Германия, 1927 год. Несмотря на высокую должность, Штенес все еще не член нацистской партии и не торопится со вступлением. Партийность ограничила бы его свободу. Гитлер вынужден вмешаться. Фюрер лично просит Штенеса легализовать свое положение. В декабре 1927-го Вальтер Штенес вступает в нацистскую партию. И вот в 1939-м, когда в Москве принимали решение о сотрудничестве со Штенесом, был учтен каждый факт из биографии Вальтера. Учли, конечно, и то, что членом нацистской партии Штенес стал не из убеждений, а из возможности сделать политическую карьеру. На Лубянке сочли предложение Штенеса искренним и завели дело особой секретности. Вальтер Штенес получает псевдоним «Друг». Появление нового друга советской разведки в Китае оказывается очень своевременным. В то время Китай был зоной особой опасности. Япония официально обеспечивает